Девочки, привет всем! Меня звать Анасти, и я хочу вам рассказать свою историю по краске волос. Вот белый-белый-белый блонд. В общем, в своей жизни я пережила очень много печальных моментов по поводу волос, потому что длительное время, ну, грубо говоря, всю свою юношескую жизнь подростковая была с черными длинными волосами красивыми. Но почему-то пять лет назад я решила, что пора стать блондинкой. Всегда мечтала быть блондинкой, чего мне не стать блондинкой? И тут начался настоящий апокалипсис. Вот, от начала до конца это был сущий кошмар, это были выкинуты нервы, деньги, волосы. Это, ну, правда, это было ужасно, потому что мастера мне чаще всего не делали то, что я хотела, а те, что делали, делали настолько дорого, что, ну, больше не хотелось быть блондинкой. Хотя мне каждый мастер твердил, что блондинкой быть — это дороже всего. Но в этом видео я вам расскажу, что блондинкой можно быть и очень даже по средствам, и очень даже бюджетно. Салонным уходом и салонным окрашиванием. Смотрите, то есть у меня были неудачные амбре, у меня были ужасные-ужасные рыжие волосы, у меня были красные волосы. В общем, ну, что я только не пережила. Когда я пришла, у меня полтора года мастер ездила мне по ушам, и вместо того, чтобы сделать мне за пару месяцев блондинкой, я почти полтора года вышла просто светло-русой, потому что это называлось тем, что она сохраняет мне волосы. По факту волосы как секлись, так и секлись, но я каждый месяц выносила по 1300, и она меня осветляла на полтона. Любовь вообще не осветляла, что-то там сочиняла. Это было на самом деле ужасно, меня это достало, просто тупо достало. И я нашла своего идеального мастера, просто богиню, которая вот, видите, вот так, и вот она меня сделала с первого раза таким вот цветом, за очень хорошую денежку. Она мне сделала такое окрашивание за 1000 гривен, и я ходила где-то больше, чем полгода к ней, была очень-очень довольна. Потом она решила переехать за границу, и передала меня своей подруге, которая тоже называлась просто шикарным мастером, которая мне сразу сказала полторы тысячи за окрашивание. Но, чтобы понимать, на следующий день после окрашивания у меня было венчание с мужем, и я не могла ждать, я согласилась. В итоге это, давайте будем толерантны, эта женщина спалила мне полностью волосы. Я не помню никогда, чтобы я так рыдала, потому что у меня волосы просто отпадали клочьями. Вот смотрите, вот это было за день, а вот так вот стало. Вы видите сами, что вот эта вот вся часть, вот эта вся челка, вот это все было вот такой вот длины. Просто шапка вот такая вот была. Вот тут у меня, видите, разная длина. Вот это такая длина, да, снизу длина. Потому что вот это все было оборвано, обрублено просто. То есть я это сейчас все отращиваю уже больше года. Где-то год и 4 месяца я смогла хоть как-то более-менее приличную длину отрастить спереди, хоть выровнять это как-то. В общем, девочки, это был такой кошмар. Я уже была на 6 месяце беременности, и я решила, что поскольку я больше не буду выступать пока в декрет, то и краситься можно не краситься, тем более блонд, как бы говорят, что вредно. Научно не доказано, что красить волосы во время беременности вредно. Но я решила, ну все так считают, окей, я не буду красить волосы. Это было с конца мая по конец сентября, то есть за 4 месяца. Я отрастила вот так вот прилично волосы, благо в беременности они растут отлично. И мне посоветовали очень хороших мастеров. Большое по качеству у меня вопросов совершенно не было, но у меня был большой вопрос по цене. Потому что когда я пришла с вот такими вот корнями, и меня покрасили за 900 гривен. И когда меньше, чем через год, через 10 месяцев цена у нас постоянно росла, потом стало 1100, потом резко стало 1300, я молчала. Но меня очень сильно напрягало то, что я должна ездить в другой город. То есть я с Киева ездила в Чернигов 2 часа, дорога в две стороны мне становилась почти 300 гривен. То есть к этой всей сумме я должна была ехать в другой город, терять целый день. Но ради красивых волос, ради идеального блонда, ну слушайте, чего бы ни поехать, чего бы ни сделать, да. И, конечно, когда мне сказали очередной раз, что моя покраска будет за 1600, я вскипела. Потому что у меня в доме, в Киеве, в клубном доме девочка красит хорошо, специализируется на блондах. У нее салон у нас, красит за 1400, понимаете. А мне тут ехать в другой город, ну как бы, и это было совершенно необоснованно. И сказали, что я давно не красилась. То есть я покрасила не через месяц, а хотела покрасить через полтора месяца. Ну и все, в общем, все понятно было. То есть аппетиты растут, а моя платежеспособность не росла. И желание транжирить свои деньги тоже, естественно, не росло. Поэтому я начала искать варианты, что мне делать, как мне краситься самой. Благо, я не раз слышала, когда меня осветляли, что меня осветляют наши с том окислители. От этого все и началось. То есть я сначала думала, что окуплю-ка я краску в космо, потому что у меня муж тоже блондин. Я его сама крашу, и мой окраски покупаю в космо, просто идеально его осветляю. Кстати, если кому интересно, как покрасить мужчину, вот, какими красками в платье на выблом, то могу снять видео. Если, конечно, муж не будет против. Я уже перекрасила всех своих друзей, кого только могла мужчин, причем. Мне что-то так прикалывает мужиков красить в белый цвет. Но, знаете, у каждого свой фетиш. Одной же блондинки мало в семье. Но не в этом дело. Я же думаю, слушайте, наверное, куплю те краски, которые я украшу Максима. Потом посидела, думаю, блин, вы знаете, когда там у мужчины спалишь, вот такой у длинных волос, он пошел тут же состриг, и все. А себе-то стрёмно. После того, как меня уже так спалили. И я понимала, что почему я хожу в салон? Да потому, что там красят профессиональными красками. Мне совершенно не нужны руки парикмахера, которые, как бы, меня красят. Потому что я сама умею себя красить. Меня может покрасить мама. Мне нужны знания, то есть вот в этой вот колористике. А я полезла в всякие паблики, начала читать. Плюс у меня знакомая, живет за границей, она колорист. Я обратилась к ней, она мне написала список, что мне надо, как мне надо. В итоге я пошла в ближайший магазин, у нас вот в ТРЦ «Квадрат», который находится на бульваре Пирога. Там есть магазин профессиональной косметики и ухода во всяких средств для парикмахеров, для ногтей. Тут это визажа, тут висят штуки. Есть еще такие магазины по Киеву «Архитектор красоты» я видела. Также есть в интернете же магазины, много можно заказать себе краски. Я пошла и купила себе красок. В итоге у меня первая закупка обошла в 460 гривен, из которых у меня еще оставалось порошка на раз и еще на полраза оставалось краски. Таким образом я посчитала, что одна покраска у меня стала в 310 гривен. Девочки, не в 1600, а в 310 гривен. То есть я сходила сейчас, докупила, что мне надо. И вот сегодня утром я сделала полностью окрашивание. Сейчас я снимаю при вечернем свете, поэтому волос кажется немного темнее. Но при этом качество волос просто идеальное, понимаете? Вот, длина остается. Это уже была моя третья покраска самостоятельная. Я невероятно ею довольна. Абсолютно не хуже, чем в салоне, но при этом в 5 раз дешевле. Ну вот и пришло время наших ингредиентов. Вот смотрите, вот это все, что нам понадобится для покраски. Это осветляющий порошок. К нему окислитель 6%-ный. Потом окислитель к краске полуторапроцентный. И краска, это одна и та же, просто они немножко поменяли дизайн упаковки. Значит, первая фирма Du Castel, линейка Subtil Blonde. Это осветляющий порошок. Он невероятный просто. 100 грамм вот в такой вот упаковке стоит 140 гривен, где-то плюс-минус. Хватает ее ровно на 2 раза. Мне он очень понравился. К нему идеально подходит вот такой вот 6%-ный окислитель этой же фирмы, Subtil Oxidant. Здесь 125 мл. Хватает его на раз. Цена где-то плюс-минус 60 гривен вот этой баночки. Краска фирмы Du Castel, линейка Subtil Blonde. Запомните упаковку. Значит, оттенок 12,1. Это пепельный блонд, холодный, вот как на мне. Он потом подвымывается, становится вообще платиновым. Значит, тюбика хватает на полтора раза. 60 мл. Цена тюбика где-то 170 гривен плюс-минус. Очень классная. Под нее идет вот такой вот полуторапроцентный окислитель. Слабый процент, пускай вас не пугает, потому что он очень эффективный. 125 мл. Хватает на раз. Тоже плюс-минус 60 гривен стоит. Так, девочки, сейчас мы с вами будем делать осветляющий порошок. Мы взяли кухонные весы. В моем случае такие маленькие нашлись дома. Я уже поставила тару и ее обнулила. У нас будет окислитель 6%. Здесь его 125 грамм. Он разводится один к двум. Я уже на опыте могу сказать, что мне надо делать на всю эту баночку. Туда мне хватает осветлить спокойно все корни. Поэтому на 125 мл. окислителя мы берем с вами 60 грамм порошка. Вот наш порошок. Я вам уже его показывала. Насыпаем. Так, дальше, девочки, у меня чуть-чуть не хватило. У меня получилось 53 грамма, а не 60. Но я все равно буду кидать весь окислитель. И теперь всю эту смесь мы размешиваем. Кто размешивает кисточкой, я не люблю ее пачкой. Поэтому я всегда замешиваю таким острым кончиком. И по принципу, как, знаете, как блинчики или оладушки взбивают. Вот так вот по краешку. И иду. Вот так выглядят корни мои до покраски. Это где-то месяц у меня интервал был между покрасками. Девочки, главный секрет осветления это осветлять исключительно ту длину, которая отросла. В моей ситуации это где-то 1 см. И минимально вылазить за этот контур. Максимум на полсантиметра, чтобы не спалить остальное. Если у вас нет надобности высветлять пятна или всю длину. Вы этого не делаете. Исключительно вот цепляете то, что темное. Если у вас есть тот, кто может вам помочь. Именно в случае осветления попросите. Потому что очень многие вещи вы не будете сами видеть. И вы можете насветлять лишнего. Испортить этим волосы. Все, девочки, я уже нанесла осветлитель. Теперь вот видите. Спереди у меня была чуть-чуть рыжеватенькая. Вот тут я чуть больше нанесла. Теперь я гуляю ровно по инструкции. 30 минут уже осветлеет вовсю. Смою, покажу результат. Дальше, девочки, мы снова поставили нашу посудинку. Обнулили тару. Теперь у нас есть 125 грамм окислителя. Полутора процентов. Это самый минимальный окислитель. Самый безопасный. Далее мы берем, вот у меня осталась того раза еще краска. И вот будет новая. Вот она вот так вот выглядит блон. Оттенок 12,1. Значит, разводим мы окислитель с краской 1 к 3. То есть, одна часть краски и три части окислителя. Итак, нам надо на весь этот окислитель 40 грамм краски. Вот сейчас у нас получается 42 грамма краски. 125 я разделила на 3, получилось почти 42. Сейчас мы будем добавлять туда окислитель. Мы добавляем весь наш окислитель и вымешиваем. Вот такой вот оттенок у нас получается. Сейчас будем наносить на волосы. Вообще, девочки, второй этап. Именно чисто покраску краски вы можете запросто делать сами дома перед зеркалом. Очень важная хитрость любой покраски, чтобы вы сначала проходили вот этот вот вперед весь контур. Потому что это самое главное. И вот почему-то вот в этой части краска всегда хватается дольше. И ее надо держать дольше. Поэтому сначала прошли контур, а потом начали делать мелкие проборчики и краситесь сами. Кстати, перед вторым этапом покраски я волосы просушила. Потому что эта краска лучше ложится на сухие волосы. Все, девчонки, второй этап уже на волосах. Крем-краска. Теперь ждем 30-35 минут. Смотрим, чтобы все участки потемнели. Эта краска с таким ярко выраженным фиолетовым отливом, который забивает очень хорошо ржану. Через пару помывок этот лип уходит оттенок. И у вас остается просто красивый платиновый блонд такой холодный. Но я так, по крайней мере, очень сильно люблю. Ну что, девочки, вот так вот происходит мое окрашивание. Вы увидели все этапы от А до Я, как это происходит. Увидели результат. И я надеюсь, что кому-то я помогу сделать выбор. Возможно, помогу сделать свой блонд лучше. Сэкономить кучу денег на салонах. Я не претендую на звание парикмахера, я не претендую на звание суперколориста. Я просто вам рассказываю свой опыт в моей ситуации. Это очень успешный опыт, удачный, я считаю. Потому что не всегда в салоне могла добиться такого результата, которого я добилась дома, грубо говоря, сама. За 300 гривен, а не за 1600 и тем более выше. Поэтому, девочки, пользуйтесь моими советами. Я надеюсь, они вам будут во благо. Будете шикарными блондинками, без рыжего и желтого оттенка. А я собираюсь на днях снять видео об уходе, о блонде. Потому что хоть волос был спален, все. Но, в принципе, состояние у меня волоса хорошее. О своем неудачном кератине, последнем просто ужаснейшем, я вам тоже расскажу. Так что подписывайтесь и будете со мной на связи. И я буду вам рассказывать всякие интересности. Так что хорошего вам вечера и пока-пока.